Сегодня я покажу вам топ-10 фейлов и курьезных ситуаций в гребле, на байдарках и каноэ. В этом видео вы увидите самые интересные и смешные моменты из нашего вида спорта. Уверен, что никто не останется равнодушным, поэтому мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Привет, меня зовут Сергей Медведев и это канал Каноэ Спорт. После моего последнего подобного видео, которое называлось топ-6 фейлов в гребле, на байдарках и каноэ, я понял, что эта тема вам интересна и ее стоит продолжить. Поэтому сегодня моментов будет намного больше. И мы переходим сразу к первому моменту, который произошел в Венгрии в Сегиде в 2011 году. Это чемпионат мира. Байдарка двойка тысяча метров. В этом заезде победу одержали Питер Гилл и Эрик Вилчик. И здесь после финиша Эрик не смог сдержать эмоции. И вот от этой радости, что они стали чемпионами мира, Эрик поднимает весло и как Чингач Гук бросает его в голову своему напарнику. И они вываливаются в воду. Это очень, конечно, смешно и комично смотрится. И на самом деле непонятно. Я вот пересматривал, Эрик треснул конкретно так своему напарнику. А как вы думаете, почему парни вывернулись? Потому что ему веслом в голову попали? Или просто они равновесие не удержали? Вот очень интересно было бы узнать ваше мнение. Следующий случай, который бы я хотел показать, это Кубок мира в 2012 году. Юрий Постригай и Александр Дьяченко здесь были явными фаворитами. Вот на этой дистанции метров 60 пройдена дистанция. И у Юрия не выдерживает нагрузки весло, и оно ломается пополам. На этом Кубке мира ребята не смогли продолжить борьбу. Но уже совсем скоро на Олимпийских играх, также в 2012 году в Лондоне, ребята одержали красивую фееричную победу и стали олимпийскими чемпионами. Всегда, ребята, проверяйте свои весла и лодки перед стартом, потому что вот может быть даже такое на соревнованиях. Поэтому очень важно быть готовым по максимуму. На самом деле хочется сказать, что не только Юрий Постригай ломал весло. У многих это случалось. И вот еще один случай, который произошел с Эммануэлем Сильва и Фернандо Пименто на контрольном старте, просто на втором грибке. У Эммануэля Сильва ломается весло, и еще такой звук. Они благополучно добрались до берега. Фернандо Пименто работает ногами кролем и руками. И этот момент, этот случай заслуживает вашего внимания и лайка, ребята. Поэтому не стесняйтесь, поставьте лайк прямо сейчас. Позже на Олимпийских играх в Лондоне на дистанции 1000 метров байдарки-двойки Эммануэль Сильва и Фернандо Пименто стали вторыми, где победу одержали Рудольф Домби и Рональд Кокани. Заезд, конечно же, был очень красивый. Фернандо Пименто от радости выпрыгивает из байдарки. Венгры становятся чемпионами. И вот Рудольф поднимает руки, очень скромно он празднует свою победу. Но обратите внимание, сзади Фернандо плавает и буквально он тонет там. На самом деле, это, конечно же, Фернандо не тонул, а он просто праздновал свою победу в воде. Дальше я бы хотел вам показать Кубок Мира 2013 года, который был в Венгрии. Каноэ, одиночка, 200 метров. Вот здесь мы видим, что ребята начинают заранее подходить к ловушкам, чтобы сделать свой старт. Три лодки уже стоят в ловушках и вот непонятно, не успели остальные подойти и дан старт. Как так, что произошло? Вот я, честно говоря, ребят, не понял. Кажется, что просто стартер решил поприкалываться над спортсменами и дал старт раньше времени. Ваше мнение, как вы думаете, почему так произошло? Напишите, пожалуйста, очень мне интересно узнать. А мы идем дальше и еще один непонятный старт, вернее, старт понятный, но он так и не состоялся для спортсменки из Мальты, которую зовут Мелани Шембри Уайт. Вот так делать, ребята, не надо. Здесь Мелани пытается сбоку подъехать к ловушке и у нее ничего не получается. Боком все время почему-то она подъезжала к ловушке. Да, видно, что вот было, как будто она встала, но это криво, это неровно и так стартовать, ребят, нельзя. Вот в этом моменте мы видим, что надоело ей бороться с ловушкой, она просто вываливается в воду, так и не встав ловушку. И следующий момент, который я хотел бы показать, это номер 7. Исакия Скуэрос в Москве на чемпионате мира в 2014 году. Перед самым финишем вывернулся. Друзья, это очень обидное поражение. Здесь видно было, что все-таки Исакия немножко выигрывает. Носик лодки бы он и выиграл, конечно же, у Себастьяна Брэнделя не повезло ему, и он сделал раньше подкат и совсем немножко, не доехав до финиша, вывернулся. Исакия Скуэрос был дисквалифицирован, а Себастьян Брэндель занимает здесь первое место, но, видимо, от усталости уже выворачивается и падает в воду. Восьмой момент в нашем видео, и я бы хотел отметить дистанцию 5 километров. 2011 год. Макс Хофф с Олегом Юрени оторвались, и Олег Юрени просто неправильно посчитал круги и пошел раньше. Финиш он отрабатывает, устает, конечно же, и оказывается, что нужно ехать еще один круг. Макс Хофф включается в работу и одерживает победу на этой дистанции. А Олег Юрени второй и стучит себе по голове, он, конечно же, расстроен, неправильно посчитал круги, вот и все дела. Но, друзья, хочется отметить, что уже через 8 лет, в 2019 году, на этой же дистанции, в этом же городе, в Сигиде, эти же спортсмены смогли вновь повторить борьбу. Вот так Олег Юрени не смог одержать победу 8 лет назад, и вот так он ее одержал в 2019 году. Очень крутые соревнования, поэтому, если не видели, обязательно посмотрите. Следующий момент, который я бы хотел вам показать, произошел в Дуйсбурге 2015 года. Здесь победу одержала канадская спортсменка Лоуренс Винсент Лапойнта. Очень рада своей победе, и вот так вот она поднимает руку вверх, но, видите, у нее скользит весло по ноге, она его ловит, и вот здесь равновесие она не удержала и падает в воду. Победу можно по-разному праздновать. Кто-то выпрыгивает из лодки, кто-то просто поднимает руки. Вот здесь Лоуренс не смогла удержать равновесие, плюхается в воду вот так вот. Ну и последний, десятый случай, который бы я хотел вам сегодня показать, произошел в Москве на Кубке Президента. Это дистанция 5000 метров. Здесь спортсмен из Португалии, опять-таки Фернандо Пименто. Оставалось совсем немного до финиша, и вот здесь вот на повороте Фернандо Пименто вываливается из байдарки. Вот так быстро он обратно залез в байдарку и продолжил гонку и одержал здесь победу. Сначала он весло забрасывает на байдарку, сам залезает через корму, ставит ноги и уже дальше сам себя проталкивает и садится в байдарку. Поэтому, друзья, если вы не умеете еще возвращаться в байдарку или в каноэ, советую вам научиться, это очень полезный навык, вам может пригодиться в дальнейшем на соревнованиях или в тренировках. Ну что ж, друзья, на сегодня это все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть в следующих выпусках. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Каноэ Спорт, а желающие его отблагодарить, можете пройти по ссылкам в описании. А с вами был Сергей Медведев, до новых встреч и все на греблю, дорогие друзья. Пока-пока.